Спасибо за представление. Меня зовут Иван Иванчей, представлюсь еще раз. Моя тема — это компьютерное моделирование психических процессов или нужна ли роботам интуиция. Я работаю на факультете психологии Санкт-Петербургского университета, и, как и предыдущий лектор, я тоже могу похвастаться тем, что имею некоторое отношение к Ивану Петровичу Павлову. Рядом с нами стоит институт физиологии, в котором он тоже довольно много времени работал. Я даже видел кресло, на котором он сидел, и в нашем дворе до сих пор бегают собаки, может быть, не те самые, но, наверное, их потомки. Окей. Я занимаюсь, несмотря на то, что я психолог, скорее всего, у многих в голове картинка, как я сижу в кабинете с кем-то на кушетке и провожу психотерапию. Нет, на самом деле я изучаю то, как человек формирует навыки и какую роль в этом играет сознание. Я всегда завидовал естественным наукам, точности их объяснений и наглядности, что результат их работы всегда можно потрогать руками и посмотреть на это. Поэтому я работаю в рамках когнитивной психологии. Когнитивную психологию можно назвать естественно-научным ответвлением психологической науки. Она появилась в 50-х годах 20-го века вместе с появлением компьютеров. Ученые обратили внимание на то, что те процессы, которые происходят в компьютерах, это получение информации, ее обработка, хранение и какой-то результат, примерно то же самое наблюдается и в познавательной деятельности человека. То есть наш мозг тоже получает информацию, перерабатывает ее, продуцирует поведение. Соответственно, основным направлением исследования когнитивных психологов было построение компьютерных моделей нашей психики, того, как человек обрабатывает информацию. Можно сказать, что финальной целью когнитивных психологов было создать человекоподобного робота, который действует точно так же, как и человек, обрабатывает информацию по тем же самым принципам. После заявления такого направления, конечно, сразу возникло много людей, которых это вызвало протест. Они говорили, как же так? Человек — это такое сложное существо, с такой гаммой переживаний, чувств и так далее. Как же можно все это смоделировать компьютером? Ну, психологи как тогда, так и сейчас со скепсисом относятся к таким замечаниям. Но, тем не менее, игнорировать их полностью нельзя. Действительно, каждый день мы сталкиваемся в нашем сознании с такими вещами, как эмоции, чувство уверенности, любовь, ненависть, озарение, интуиция и так далее. И эти процессы, конечно же, в целостном описании человека игнорировать нельзя. Вот основная цель моего сегодняшнего выступления будет поговорить о том, как же, описывая человека как компьютер, можно прийти к описанию вот этих сложных процессов. Я сконцентрируюсь на нескольких из них, которые сам трогал руками. О них и поговорю. Пойду хронологическим путем, начнем говорить о том, как же в истории когнитивной психологии ученые пытались описывать человека как компьютер. С самого начала психологи сконцентрировались на таком процессе, как мышление человека. А именно некоторые логические операции, которые он производит. И решение логической задачи головоломок. В принципе, и в философии, и в науке, и в психологии всегда считалось, что вот это самое важное. Мышление человека, как его описать. Поэтому первая компьютерная модель человеческой психики была создана для того, чтобы решать логические головоломки. Она была создана Ньюиллом и Саймоном, замечательными учеными, и называлась универсальный решатель задач. Какие же задачи решала эта компьютерная программа? Ну, она решала головоломки типа Ханойской башни. Наверное, многим знакома эта головоломка. Задача человека, который решает, перенести все вот эти диски с одной шпильки на другую. Но при этом надо соблюдать несколько условий. Диски переносим по одному, и больший диск всегда должен быть под меньшим. То есть нельзя положить на маленький кружочек большой. Ну, задача, не бог вести какая сложная, она решается, в принципе, я думаю, что все ее смогут решить при должном усердии. И вот как раз универсальный решатель задач с такими задачами справлялся. В принципе, как и с другими некоторыми задачами, например, перевозкой овец и волков с одного берега на другой и так далее. Вот с такими логическими головоломками. Какая же проблема существует с таким подходом к моделированию психики человека? Сейчас на слайде вы видите задачное пространство для задачи Ханойская башня. Что такое задачное пространство? Задачное пространство — это иерархия всех возможных ходов при решении какой-то задачи. Вот сверху вы видите изначальное положение задачи Ханойской башни. У нас все три диска лежат на одной шпильке. На втором уровне мы видим первый ход. То есть мы переложили верхний диск на вторую шпильку или альтернативный вариант на третью. И дальше, соответственно, развиваем все возможные ходы, пока не придем к решению. Вот, например, здесь одно из возможных решений, когда мы складываем все диски на центральной шпильке. Так вот, это задачное пространство для Ханойской башни с тремя дисками. При небольшом увеличении сложности задачи, например, при добавлении еще одного диска, задачное пространство увеличивается во много раз. А если мы возьмем Ханойскую башню с семью дисками, то оно станет просто огромным. И мне не хватит никакого слайда, чтобы все это вам показать. Так как универсальный решатель задач формулировал для себя как раз вот это задачное пространство и ходил в нем, при усложнении задач он начинал барахлить. И компьютеры тех времен, да и нынешние, не очень хорошо выполняли эти задачи при повышении сложности. Поведение становилось нам очень-очень сложным, при том, что у человека на самом деле увеличение сложности задачи в такой форме не вызывает усложнение решения. То есть такого экспоненциального взрыва в поведении человека не происходит, когда усложняется задача. Это первая проблема универсального решателя задач. Вторая проблема состоит в том, что такой подход к моделированию концентрируется только на мыслительной деятельности человека. Это важно. Но в жизни мы делаем много других вещей. Не таких, конечно, в высокопарах, например, как распознавание объектов, управление своим телом и так далее. Мне очень нравится высказывание одного исследователя, который говорил, что человек давно проиграл машине в шахматы, но любой ребенок лучше, чем любая машина передвигает шахматную фигуру по полю. До сих пор это очень сложная задача для машин. Так вот, я предлагаю назвать этот тип моделей мыслителем. Этот тип моделей психики занимается тем, что симулирует мышление человека, но не способен ничего делать в реальной жизни. Поехали дальше. Следующий этап развития моделей психики человека связан с возникновением нового типа компьютеров. В 60-х годах появились компьютеры, которые основаны не на классическом принципе. Все наши компьютеры, большая часть из них, работает следующим образом. Это логические операции, которые последовательно выполняются в процессоре. В 60-х годах были реализованы компьютеры совершенно другого типа, которые были вдохновлены работой мозга. В этих стенах, конечно, рассказывать психологу про нейронные сети будет, наверное, смело, но, тем не менее, максимально упрощая, я постараюсь рассказать для тех, кто не знает, как работают такого рода вычисления. В нейронной сети, собственно, это новый этап, это нейросетевые вычисления. У нас присутствуют искусственные нейроны, которые представлены здесь такими кружочками. И кроме нейронов у нас есть связи между ними. Давайте я приведу пример, как работает нейронная сеть на таком, не таком, наверное, принципиально важном, как решение Ханойской башни, но, тем не менее, достаточно жизненным задании, как разделение котиков и собачек. Как мы определяем, где котик, где собачек? Итак, нейронная сеть. У нее есть входные нейроны и выходные нейроны. Также у нас есть связи между ними. У каждой связи есть свой вес. Вес — это число, которое мы присваиваем связи между нейронами. Входные нейроны можно идентифицировать для нашей задачи с какими-то признаками объекта, которые мы пытаемся классифицировать. У кошечек и у собачек можно как-то измерить вот эти характеристики. В числовой форме мы их подаем на вход нейронной сети, а на выходе мы должны получить какое-то число. Давайте договоримся, что собачка у нас будет ноликом, а котик — единичкой. Я скорее просто кошатник, чем собачник, поэтому давайте так договоримся. Что происходит, когда мы подаем первую картинку нашей нейросети? Например, это котик. Мы вычисляем вот эти характеристики, подаем их на вход. Они дальше идут по связям нейронной сети и умножаются на веса каждой связи. Перед тем, как попасть на средний уровень, они суммируются, и мы получаем какие-то значения в этом скрытом слое, который находится посерединке. После этого происходит то же самое, но шагом дальше. Мы опять же умножаем значения, которые получены для этих нейронов на связь, и получаем какой-то результат. Мы получили результат 0,4 в конце. Это ближе к нолику, то есть наша нейронная сеть скорее говорит, что перед нами собачка. Но так как мы только начали наше научение, нейронная сеть ошиблась, ничего страшного. Самое важное, что происходит, это мы даем ей обратную связь. Мы говорим, нет нейросети. Мы хотели, чтобы ты ответил ей, что это котик. И дальше происходит, собственно, самое интересное. Нейронная сеть исправляет веса таким образом, чтобы в следующий раз, когда мы предъявили этого котика, ответ был ближе к единичке. И вот таким вот образом, постоянно предъявляя нейронной сети котиков и собачек, она научится скорректировать свои веса таким образом, чтобы отвечать правильно. Собственно, так и происходит обучение нейронных сетей. В когнитивной психологии с помощью нейронных сетей моделировались практически все процессы, которые можно представить, но по отдельности. Это и классификация объектов, то, что я вам сейчас только что объяснял, и двигательные навыки. Представьте себе, что мы на конечный нейрон будем просить его не просто называть число от нуля до единицы, а подсоединим какую-нибудь роборуку, которая будет совершать движение. Сначала они будут хаотическими, как неправильный ответ про собачку, а потом постепенно нейронная сеть научится делать движения такие, как нам нужно. Это распознавание языка по тексту, то есть нейронная сеть очень легко узнает слова. И семантическая память. Семантическая память — это организация памяти, которая позволяет нам возникать ассоциации. Например, когда мы слышим слово «клен», мы себе сразу представляем дерево, «канаду», «осень» и так далее. Вот все эти процессы легко моделируются нейронными сетями. Поднимите руку, кто знает, что это за угрюмый молодой человек. Вот некоторые люди знают. Как я уже сегодня говорил, в шахматы человек проиграл машине довольно давно. Это было в 90-х годах, когда Гарри Каспаров проиграл машине Deep Blue. Про Анатолия Карпова можно будет сделать отдельную лекцию. Итак, шахматы мы проиграли довольно давно, а вот игра Go, китайские шахматы так называемые, достаточно долго не поддавались компьютеру. И только в этом году, собственно, Ли Сидоль, вот этот игрок, один из сильнейших игроков в Go в мире, проиграл машине. Он проиграл машине, которая была разработана компанией Google, и которая как раз была основана в том числе и на очень сложных версиях современных нейронных сетей. То есть нейронные сети на самом деле могут очень-очень-очень многое. В отличие от моделей типа «мыслитель», я предлагаю назвать нейросетевые модели в отношении человеческой деятельности деятелем, потому что они учатся что-то делать. Пусть это восприятие объектов или их категоризация, или движение, они учатся что-то делать. Они не мыслят, они делают. Будем называть ее так. Несмотря на то, что нейронные сети очень хороши, тем не менее у них есть некоторые проблемы с точки зрения когнитивной психологии. Первая проблема — они довольно плохо справляются с головоломками. Нейронная сеть может научиться решать головоломки со спичками, но для этого ей нужно будет долго учиться. Кто-нибудь решил уже вот эту задачку? На самом деле, если любой любознательный школьник подумает над ней несколько минут, он ее решит. А вот нейронная сеть с первого раза такую задачу не решает. Тут надо на самом деле просто одну спичку подвинуть, из четверки сделать 11, и равенство станет верно. А вот эту задачу, если честно говоря, вообще не представляю, как может мне решить нейронная сеть, но вот помню, что у меня получилось ее решить, когда я впервые ее увидел. Мне очень нравится эта задача. Нужно просто немножко по-другому взглянуть на ситуацию. И тогда станет понятно, что правильный ответ — это 87 перевернутая. Вторая проблема нейронных сетей состоит в следующем. Как я уже говорил, нейронные сети обучаются, модифицируя веса между узлами, между искусственными нейронами. Вот эта нейронная сеть, мы видим, что у нее связи имеют какие-то веса, то есть она чему-то научилась. Но понять, чему научилась нейронная сеть, очень-очень-очень трудно. Даже если мы знали, какую задачу она выполняла, что именно она вычленила из ситуации, понять очень сложно. В этом смысле, когда мы пытаемся понять, как же действует человек, использование нейронных сетей проблематично. Потому что нейронная сеть не дает понять, что в ней, собственно, чему она научилась. И нейронная сеть никогда не сможет нам рассказать сама об этом. Таким образом, два разных пути моделирования психических процессов человека привели, можно сказать, к какому-то тупику. Однако, где-то с 90-х годов получает развитие новое направление. Угадайте, что это? Это соединение двух этих подходов. То есть построение моделей, которые обладают достоинствами и нейросетевого подхода, и символного, то есть того, что я назвал мыслителем. Давайте представим, как это может выглядеть. Вот это когнитивная система человека, или психика человека, давайте так говорить. У нас есть деятель и мыслитель, которые работают параллельно. И, решая какую-то задачу, они вместе вырабатывают какое-то решение. Но тут возникает вопрос. Насколько реалистична такая модель? Действительно ли в психике человека есть несколько отдельных блоков, которые работают сами по себе? Давайте сейчас обратимся к экспериментальным исследованиям из когнитивной психологии и посмотрим, какие есть ли исследования, которые подтверждают это предположение. Начнем с имплицитного научения. Это, собственно, та область, которой я лично занимаюсь. Мне очень интересно это, поэтому я предлагаю вам поучаствовать в небольшом эксперименте. Я вам сейчас буду показывать инопланетных насекомых, которые относятся к двум классам. Ваша задача — научиться понимать, какие из них являются лорками, а какие — табами. Смотрите, вот этот инопланетянин, точнее, насекомый инопланетный, называется лорк. А вот этого парня зовут таб. Как вам кажется, как зовут этого? Давайте учиться дальше. Да, это лорк. Вы правильно угадали. Следующий. Правильно. Этот. Отлично. Кто за лорка? А за таба? За таба меньше. Это лорк. Вы молодцы. Коллективный разум работает. Мне кажется, из вас можно делать нейронную сеть. Поехали дальше. Это кто? Это лорк. Нет, это таб. Дальше. Ну, здесь единогласный, да? Так. И последний. Кто-то там правильно сказал. Да, это таб. На самом деле, если кому-то из вас показалось, что вы поняли, какой признак определяет принадлежность классу, то вы ошиблись. По одному признаку сказать невозможно. На самом деле класс определяется интеграцией признаков довольно сложной. Что происходит в эксперименте? Когда я своим испытуемым предъявляю 100, 200, 300 раз вот таких вот ребят, это очень увлекательные эксперименты для испытуемых, они в какой-то момент начинают правильно определять, кто лорка, кто таб. Ничего удивительного. Удивительно то, что они не могут рассказать, на основе каких признаков они делают вывод. Вот такие эксперименты проводятся довольно давно, там открыто много закономерностей, но основной вывод состоит в том, что поведение не равно вербализации. Мы иногда можем научиться что-то делать, но не способны рассказать, как мы это делаем. Вот этот процесс называется имплицитное научение, и о нем я еще буду много говорить. Но главный вывод, который здесь можно сделать, что, по-видимому, за имплицитное научение отвечает деятель, если мы вернемся к тем терминам, которые использовали, а за вербализацию, за решение вербальных задач, за объяснение своего поведения отвечает мыслитель. Следующий факт, который говорит про двусистемность нашей психики. Это роль внимания. Обычно принято думать, что концентрация внимания на какой-то задаче помогает нам решать ее лучше. Это верно для некоторых типов задач, типа ханойской башни, или арифметических вычислений, или других логических задачек. Но когда речь идет об имплицитном научении, внимание, как правило, не помогает. Более того, иногда оно может даже нарушать имплицитное научение. Таким образом, это еще один аргумент в пользу того, что в голове у нас работают две независимые системы. Похоже, что здесь у нас работает деятель, а здесь мыслитель. Клинические данные также дают много полезной информации. При амнезии, при антероградной амнезии, у нас теряется возможность произвольного запоминания. То есть, когда мы человека просим запомнить 10 слов, а потом воспроизвести, человек не может этого сделать. Собственно, в этом состоит суть антероградной амнезии. Но самое интересное, что сохраняется возможность к имплицитному научению. То есть, люди могут выполнять эту задачу деления лорков и табов так же почти, как и здоровые испытуемые. По-видимому, при большинстве вариантов амнезии разрушается мыслитель, а деятель остается нетронутым. Ну и в продолжение темы, это исследование нейрокартирования с картированием мозга, которое показывает, что при выполнении имплицитных задач у нас активируются не те зоны мозга, которые работают при выполнении каких-то логических или вербальных задач. То есть, по-видимому, мыслитель и деятель и в мозге локализованы в разных местах. Таким образом, можно сделать вывод, что модель вполне реалистична. Я здесь привел несколько ссылок на исследования, в которых действительно вот ровно такие, такая идея, которую я сейчас описываю, была реализована, и целостное поведение некоторого агента моделируется с помощью двух моделей. Все довольно просто, если мы говорим о том, о выполнении каких-то однотипных задач, точнее, совершенно определенных задач. Вот, например, если мы едем на велосипеде, то, понятное дело, у нас работает деятель, мыслитель в этот момент может думать о каких-то своих делах, о том, что ему интересно. С другой стороны, если мы решаем какие-то логические задачки, то у нас работает мыслитель, деятель на этот процесс почти что не влияет. Но в большинстве жизненных задач у нас на самом деле требуется интеграция как работы деятеля, так и мыслителя. Интеграция каких-то имплицитных процессов и логических, вербальных. То есть встает проблема изучения взаимодействия двух систем. Сейчас я пишу один из вариантов решения, который, как мне кажется, наиболее многообещающий. Давайте опять вернемся к искусственным нейронным сетям. Предположим, что мы научили нашу нейросеть очень хорошо различать котиков и собачек. Как всегда. И предъявляем какого-нибудь такого сферического котика в вакууме, очень такого архетипического, которого ни с чем не спутать. Что происходит в нашей нейросети? Активация быстро пробегает по ней и активация узла, соответствующего котику, становится очень высокой, близко к единице, если мы в таких будем единицах измерения говорить. А узел, соответствующий псу, вообще не активируется. Вот несмотря на то, что мы не можем посмотреть, что внутри нейронной сети, чему она научилась с точки зрения внешнего наблюдателя, мы не можем этого сделать. Но мы можем по каким-то косвенным признакам понять, насколько эффективно она действует. Вот если бы мы первый раз взглянули и увидели, что здесь очень большая активация, оп, а здесь очень маленькая. Это говорит нам о том, что нейросеть на самом деле не просто так выдала ответ, а вероятно, она знает, что делает. Вот в нашей гибридной системе на самом деле происходить может то же самое. Если здесь очень большая разница, несмотря на то, что мыслитель вообще не понимает, как работает нейросеть, к нему может поступить сигнал о том, что ага, внутри меня есть правильный ответ, поэтому я, пожалуй, сейчас расслаблюсь и скажу первое, что придет в голову. Если в нашем случае наш деятель очень хорошо действительно решал эту задачу, то и решение окажется правильным. Вот этот процесс, который я сейчас описал, обычно в жизни мы называем интуицией. То есть, что такое интуиция? Это когда мы можем принять правильное решение, но не можем объяснить, как мы это сделали. И можем другому человеку как-то растолковать, что произошло. Имплицитное научение, про которое я говорил, собственно, процесс, который лежит в основе. То есть, это основной механизм интуиции. Когда мы, наш деятель учится что-то делать, при этом мыслитель не может ничего объяснить. На что я здесь хотел бы еще обратить внимание, на самом деле, самое важное момент состоит в том, что вот это интуитивное решение сопровождается всегда сильным чувством уверенности. И вот это чувство уверенности берется как раз от того, что мы получаем информацию от нейросети не напрямую, а с помощью специфического сигнала, точнее, не специфического сигнала, такого общего сигнала об эффективности работы нашего деятеля. Это говорит о том, что мы на самом деле можем переживать вот этот сигнал не только как уверенность при интуиции, но и в другой форме. Например, если мы видим знакомого человека или какую-то знакомую ситуацию, но не можем точно вспомнить, встречалась она нам или нет, от этой ситуации, то быстрота обработки этой ситуации нашим деятелям и сигналы, которые он посылает, может быть интерпретировано мыслителем как знакомство. То есть мы можем переживать этот сигнал как чувство знакомости. Кроме того, есть работы, которые говорят о том, что даже эстетическая оценка объектов, например, художественных произведений, также имеют схожие механизмы. В произведениях искусства содержатся некоторые закономерности, которые мы, наш мыслитель не распознал, а деятель отлично распознал и дал сигнал. И, соответственно, в ситуации, когда мы находимся рядом с какой-то картиной, мыслитель делает вывод, что-то мне здесь нравится. Таким образом, вот именно из-за того, что у нас есть две системы, которые работают по совершенно другим принципам и нужны какие-то общие сигналы, которые позволяют мыслителю использовать результаты деятеля, именно потому, что у нас вот такая нестыковка здесь происходит и возникает вот эти все сложные гамма чувств. Ну, точнее, я бы сказал так, это то направление, в котором эту сложную гамму чувств стоит искать. Ну, в завершении давайте подытожим все, что я сейчас рассказал. Моделирование поведения человека, поведения психики человека возможно при помощи комбинирования разных вычислительных моделей, разных вычислительных принципов. Второе. Однако, не стоит думать, что когда компьютер решает задачу, он всегда это делает, как человек. Например, по моему мнению, то, что человек проиграл машине в Го, не значит вообще ничего. Это лишь значит, что Альфа Го, машина, которая обыграла Лисию Доля, она работает не так, как человек. Не совсем так. И в этом смысле, на мой взгляд, опасаться того, что именно она станет искусственным интеллектом, который проработит человечество, не стоит. Третий момент. Интуиция возникает как инструмент соимодействия между двумя системами в нашем мозге, которые не имеют напрямую доступа друг к другу. Отсюда же, как мне кажется, можно искать и источник всех других чувств, которые я перечислил до этого. Проблема нынешних исследований состоит в том, что вот тот процесс, который я описал, моделируется в современных моделях, однако всегда вот этот субъективный сигнал, не специфический, о котором я говорил, переводится в число. И, соответственно, это число участвует как-то в модели, учитывается в тех уравнениях, которые там используются. Вот мне кажется, когда мы поймем, как можно использовать этот сигнал, грубо говоря, нагрев процессора без перевода его в числовую форму, тогда мы сильно продвинемся в понимании того, что такое сознание, чувство, эмоции человека. Ну и отвечая на вопрос, который я поставил в самом начале, я думаю, что роботам, которые демонстрируют целостное поведение, которые выполняют разнообразные задачи, могут рассказать об этом, пытаются связать всю свою деятельность в единую картину, безусловно, интуиция будет нужна. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Итак, сейчас вопросы по поднятой руке. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить такую вещь. Есть такая штука, кримитивные искажения или ошибки интуиции. Как вы считаете, идеальный робот, который создает по подобию человека, ему нужны эти ошибки в системе, или можно без них обойтись и делать улучшенную версию человеческой интуиции? Спасибо. Огромное спасибо за вопрос. У меня на самом деле есть для этого даже слайды, которые я просто не успел ставить в лекцию, поэтому я очень рад этому вопросу. Действительно, при взаимодействии двух систем могут возникать ошибки. И это два типа ошибок. Первое — это использование мыслителя вместо деятеля, а второе — наоборот. Так вот, когнитивные ошибки, когнитивные искажения возникают, когда мы используем деятеля вместо мыслителя. Мы обрабатываем какую-то информацию, в ситуации что-то оказалось нам знакомым, нейросеть дала сигнал, тут есть что-то знакомое, а наш мыслитель решал на самом деле другую задачу, и вопрос перед ним стоял другой. А сигнал он интерпретировал, как будто он понимает, что здесь к чему. Вот, собственно, когда наш деятель дает сигналы в ситуации, когда нам они не нужны, и мы их используем для ответов, вот тогда, собственно, на этой ошибке происходит. Будет ли, нужны ли роботу такие ошибки? Вообще, зачем изучать эти ошибки? На самом деле, мне кажется, что это очень плодотворная область, потому что она позволяет нам понять, как работает, как устроена человеческая психика. Я думаю, что, конечно, первые человекоподобные роботы, которые еще не смогут схватить человечество, они будут обладать такими ошибками. Вот, и на самом деле это очень трудно от них избавиться, потому что, вот я говорю, тут есть принципиальный момент, что мыслители и деятели говорят на разных языках. Поэтому в случае, когда мыслитель будет неправильно интерпретировать посылы от деятеля, они очень-очень вероятны. Честно говоря, думаю, что да. Если робот не будет демонстрировать этих ошибок, чего-то ему будет не хватать другого. Очевидно. А здесь, здесь, за столом. Тут право сильного, у кого микрофон, то ты спрашиваешь. Здесь. вот он, вот он, за столом, прямо перед тобой. Выше понимаете руки, те, кто хотят задать вопрос, пожалуйста. Куда уже выше? Вот он. Можно встать, можно встать и с рукой. Тут мне просто еще в глаза свет свет. Все, вижу, да. Вот, отлично. Я относительно недавно занимаюсь математической психологией, и хотел такой вопрос задать. Ну, просто у меня в какой-то мере цель такая. А можно ли человека в флешку запихнуть? Ну, то есть, описать математически все вообще процессы, вот, или почти все, которые в нем протекают. Насколько я понял, это можно сделать, но это очень-очень-очень тяжело. Я думаю, что ответ на этот вопрос, он связан с ответом на другой вопрос. Можно ли научно описать человека? Ну, если вам такая формулировка нравится. Понятно, спасибо. Спасибо за интересную лекцию. Она привела к некоторому количеству иззарений, надеюсь. А у меня такой вопрос. Вот, если я правильно понимаю, мозг человека, он в основе своей деятели, то есть, он весь построен из нейросетей. Есть ли модели, как из этих нейросетей складывается мыслитель, то есть, вот такое детерминированное мышление в пространстве вариантов? Очень хороший вопрос. Собственно, мозг человека, да, довольно сильно похож на мозг его предшественников, но как появляется мыслитель? Это сложный вопрос. Вот я сейчас рассказывал про то, что мыслитель и деятель совсем разные. Во некоторых гибридных моделях, точнее, я бы сказал, не гибридных, а двусистемных моделях человеческой психики присутствуют две нейросети. Ну, то есть, не две, а несколько нейросетей. И вот роль мыслителя выполняет другая нейросеть, которая пытается искать какие-то устойчивые паттерны активаций в нижней нейросети. Я, честно говоря, не знаю, как ответить на вопрос, откуда взялся в нейросетевом мозгу высших млекопитающих мыслитель. Это действительно очень трудно понять. А гипотезу о том, что сознание прилетело к нам из космоса, мне принимать не очень хочется. Возможно, есть какие-то способы, кстати, это, наверное, даже больше в компьютерных науках следует изучать, как нейросетевые алгоритмы могут эволюционировать в какие-то символьные вычисления. Это очень интересный вопрос. Надеюсь, что я хоть какой-то путь ответа наметил. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить, почему нельзя посмотреть, что происходит внутри сети, чему она научилась и какие там веса? Спасибо за вопрос. Это можно сделать, просто это очень сложно сделать. можно, пожалуйста, в микрофон, вас, правда, плохо слышно. Вас не слышно там и не будет слышно на записи. Очень интересный ваш вопрос. Леонард Франк, известный австрийский писатель, сказал, что путь от амебы до человека был намного короче, чем от человека до Шиллера, Гетта и Шекспира. Вы немножко некорректно брали примеры, потому что вы брали непосредственно Родена-мыслитель и говорили о когнитивности. Когнитивность нужна человеку, когда он что-то изучает, а когда он мыслитель, он уже ничего не учит, он уже считает, что у него данные есть. И то, что касается животных, недавно у нас такая секция ментологов была, где я два часа объясняла, насколько они неправы относительно рассуждая о животных. Дело в том, что когда вы говорите о кошках и собаках, перечитайте Брэма, 19 век, и он говорил, хотя считается, что кошка эгоцентричное животное, а собака стаянная, но тем не менее львы, относящиеся к кошачьим, живут стаями. Поэтому на 19 век Брэм загадок имел много, и думаю, вы еще тоже с этим вопросом не решили его для себя. Я действительно этот вопрос для себя еще не решу. У меня к вам такой вопрос, что отличает вообще человека от, скажем так, машины, и вы этого не сказали, возможность самообучения. То есть ребенок, когда он сто раз эту клавишу или там фигуру неправильно поставит, на сто первый раз он научится, и правильный вариант он запомнит. То есть в данном случае у вас этого не было отражено. Машина это самообучение? Да, машина не... Мне кажется, машина вполне способна к самообучению. Почему нет? По крайней мере, все, что я знаю про нейронные сети и про комбинации нейросетевых алгоритмов с символьными говорит о том, что вполне самообучение происходит. К сожалению, мне подсказывает Татьяна, что остается еще один вопрос. Можно последний вопрос? Он может немного глупый обывательский, но с точки зрения же многих психологий и у Фрейда, и у Эрика Берна есть у человека бессознательные или обучение согласно теории игр. То есть есть много всего. Даже самая интуиция это, грубо говоря, накопление опыта и следствие из этого логические выводы. Но есть очень... Жизнь, может, это звучит глупо, она же логична, и человек даже сам не понимает, когда он стал столкнется с чем-то неизведанным. То есть вся эта лекция это о сведении чего-то, по что-то очень логичное. Я даже не говорю сейчас о каких-то... Есть еще уже исследования нейронной сети, когда можно мертвого человека, копируются все его пакты там в социальных сетях и воспроизводится чисто общение с человеком или то, что был известен уже в случае, где робот написал картину и с точки зрения эстетически не могут оценить, может ли считаться картина, написанная роботом-искусством. Но мой вопрос больше про то, что много очень в жизни нелогичного и что делать именно с этим фактором. Да, в жизни много нелогичного. Во-первых, почему я старался все свести к такой логичной картине? Потому что, мне кажется, цель науки это объяснить все логичное. Вот то многообразие жизни действительно, где куча нелогичного, куча аналогового, несводимого к числам. Пытаться объяснить какой-то логичной схемы. Это первое. Есть же опыт, который мы рождаемся, есть какой-то образ. Одна из териопсихологии доказывает то, что многие наши жизненные навыки и многие даже именно психологические факторы формируются в нашей семье уже с первых трех месяцев. Есть что-то, что закладывается даже генетически. То есть это же нельзя получается логически. Нет, можно, не понимаю, не вижу противоречий. Нет, именно вот я говорю, как обычно идет, именно о чувствах. То есть что есть чувства и все вот эти модели, их нельзя свести к логике, потому что человек, если, например, рассудить по Эрику Берн и его играм, там есть взрослый, есть ребенок, и все это тоже делится. И человек даже сам может думать, что он поступает так, но он поступает не так, потому что он поступает именно за счет чувств. Ну, я думаю, что Эрик Берн, Юнг, Фрейд все были замечательными мыслителями, но они имели довольно обосредованное отношение к науке все-таки. У них были классные интуиции, они, возможно, понимают больше, чем понимаем мы, но наша задача попытаться все это объяснить. Вот те процессы, про которые вы говорите, это какие-то действительно наблюдения в жизни, что происходит. Наша задача попытаться объяснить, откуда они все берутся. И я думаю, что в конце концов это получится. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, Иван, какой вопрос вам больше всех понравился, который заставил вас задуматься или больше заинтересовал? Какой вопрос отметите? Больше всех мне понравился вопрос про Бэма, но все-таки вопрос, который заставил задуматься, это вопрос про то, откуда в нейросетевом мозгу возникает мыслить. Вот это вопрос мы тоже. Спасибо. 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 .